Привет, я Энни Мэджик, и вы на канале Magic Family о моей жизни с питомцами. Но, как вы видите, ребят, сегодня здесь нет ни моих собак, ни кошек, ни других животных. Все потому, что сегодня в нашем доме появится новый питомец. Крыса. Огромная, жирная, серая крысяндра вот с таким вот хвостом. Но самое главное в ней то, что она на пульте управления. Да, я заказала ее на Алиэкспрессе, и буквально до 100 рублей я ожидала, что приедет что-то вот такое вот. Вот такая вот какая-нибудь маленькая мышка, которая будет ездить по дому, и я сниму реакцию кисы Алисы. Но оказалось, что... Мне кажется, или где-то что-то скрипит. Они уже услышали, что я снимаю видео, и ломятся просто в комнату, но я специально не показываю им этого монстра, чтобы они на самом деле увидели его впервые. Короче, как я сказала, я ожидала, что приедет что-то вот такое, но приехал вот этот вот гигантский монстр, поэтому я решила снять заодно и реакцию собак. Так что подписывайся вот там внизу, прямо сейчас на наш канал, чтобы не пропускать новые видео. Обязательно напишите в комментариях, чья реакция из питомцев на вот эту вот крысу вас поразила, удивила, шокировала или насмешила. И если вам понравится это видео, вы наберете очень много лайков, то я сниму реакцию питомцев на вот это вот мерзкое прыгучее существо. Ужасный таракан, которого даже мне противно держать, потому что мне кажется, это будет просто мега веселая реакция. А мы начинаем наш эксперимент. Первой к мышке подошла Юмичу. Софи. Киса Алиса пока игнорирует. Софи испугалась мышкой. Киса Алиса заинтересовалась существом в доме. Юмичу боится, но все равно проверяет. Киса Алиса, как настоящая кошка, видимо, больше всех заинтересовалась мышкой на управлении. И она ее не пугает. Юмичу с одной стороны побаивается ее, с другой стороны она машет хвостом и хочет с ней играть. Дадим им познакомиться с новым питомцем. А теперь попробуем погонять нашего монстра по комнате и посмотрим, кто из собак будет реагировать на крысу. Софи и Юмичу самые активные. С одной стороны они побаиваются, потому что пока что не знают, что это такое, а с другой у Софи явно включается охотничий инстинкт. И она хочет словить мышку. Юмичу скорее поиграть хочет с этим существом. Киса Алиса пока изучает свои жертвы и готовится к челленджу «Поймай крысу». А вот Юмичу явно хочет играть, как настоящий ребенок. А я не могу, Юмича, ты такая смешная. То есть она не понимает, что это, но она пытается вызвать мышку на игру. Она ее явно не пугает, а скорее настораживает и забавляет. А еще, видимо, бесит. Да. Что происходит? А я не могу, Юмичу. Это прикол. Киса Алиса схватила ее за хвост и не отпускает. Она не может ехать. Танцы от Алиски. Мышка периодически застревает, когда утыкается носом под лежанку. И Софи, Юми и Киса Алиса этим пользуются, чтобы изучить новое существо или же уничтожить чужака. Да, Софи явно хочет поймать монстра за хвост, а Киса Алиса, видимо, вдруг вспомнила, что сегодня еще не кушала. Софи, видимо, совсем перестала считать крысу угрозой и решила, что она жертва и крысу нужно срочно поймать. Миша явно не заинтересована происходящим, а вот Эйвон присоединился к челленджу поймай крысу. Так, кто же победит в этом челлендже? Собаки, Киса Алиса или кто-то конкретный из собак? Я просто обожаю снимать реакции. Эйвону и Софи быстро надоело, и после еще нескольких безуспешных попыток заставить Эйвона, Софи и Мишу хотя бы немножко поиграть еще с мышкой, в челлендже остались только Киса Алиса и Юми Чу. Что же это за монстр такой, Юми Чу? Юми явно любопытствует, Киса Алиса проверяет. Ну что, Юми и Алиса, кто победит в этом челлендже? Юми явно хочет, но не решается. Видимо, ребята, не зря все-таки мышки по природе созданы для кошек. Кстати, ребята, сегодня на моем личном канале AnyMagic тоже вышло видео про странные события, которые происходят в последнее время в моей жизни. Там очень много всего интересного, не буду рассказывать. Сходите и посмотрите, ссылочка будет внизу. Ну и там же, конечно, будет ссылочка на новый ролик на канале Magic Pets волшебных питомцев-блогеров. Периодически даже Юми Чу пыталась отвлечь свою любимую подружку от этой крысы, но Алиса не сдавалась в этом крысином челлендже и отвлечь ее мог, по-моему, только обед. Миша меня не удивил, если честно, своим полным игнорированием чужака, а вот Софии активная собака удивила, потому что ей быстро вдруг надоело, как, в принципе, и Эйвену. Но он все равно очень мило и смешно наблюдал за мышкой. Я думаю, однозначно в челлендже против крысы победила киска Алиска. По-моему, у нашей мышки садятся батарейки. Умерла. Последний мышкин вздох. Скажи, что ребятам надо подписаться на наш инстаграм. Молодец. Подписывайтесь, ребят, на наш инстаграм. Если вам понравилось и вы хотите реакцию на таракана, не буду им его показывать. Я думаю, она будет намного более эпичная. Ставьте лайк, переходите по ссылочкам на другие ролики. Увидимся скоро в новых видео. Пока!